Итак, наступает Марголи. По крайней мере, 20 минут в день. Это реверберация, которая внесет определенную живость и динамизм в вашу энергетическую систему. Она также слегка опьянит вас. Но это опьянение, которое не приводит к недееспособности, оно наделяет вас возможностями. Если вы хорошо выполняете свою садхану, ваше тело не подведет вас, ваш ум никогда не подведет вас. Когда мы хотим пересечь границы нашего нынешнего существования, вам необходимо безумие в сердце, но абсолютный баланс в голове. Это и есть садхана, чтобы вызвать огонь безумия в наших сердцах, но привнести абсолютную стабильность и неподвижность в наших умах, динамичность в наших телах. Для этого садхана очень важна. Другого пути нет. Но и найти ритм с происходящими природными процессами очень важно. Это крайне важно. Зачем упускать то, что поддерживает нас, когда это доступно? Если бы вы отправились в плавание в океан, не имея современных кораблей, если бы вы плыли под парусом, вы бы остерегались легкого бриза или ветра, потому что это решает, приплывете вы куда-то или уплывете в никуда, или вообще потеряетесь. Было время, когда я летал на дельтапланах. Бывали дни, когда мы отправлялись на горный утес и сидели там, сидели и сидели, ждали подходящего ветра. Бывало, что мы сидели там неделями, но так никуда и не летели. Но если вы будете немного нетерпеливы и подумаете, ладно, какого черта дай-ка я попробую, таких людей уносит. Так вот, среди пилотов дельтапланов бытует поговорка, есть смелые пилоты, а есть старые пилоты. Старых и смелых пилотов не бывает. Старый. Потому что, когда присутствует естественная поддержка, лучше использовать ее. И так наступает месяц Марголи. С 16 по 14-15 января. До 15 января будет Марголи. Это означает, что с точки зрения инерции в северном полушарии планеты, это месяц, когда инерция максимальна. Это означает, что вы склонны становиться такими. Неосознанно все замедляет свой ход. Физическое тело пытается замедлиться. Мы должны быть активными, иначе замедление работы организма будет касаться не только тела. Она также затянет и ум, и сделает его немного депрессивным. Во всем мире зафиксировано, что в зимние месяцы объем психологических депрессивных состояний увеличивается в несколько раз. Я не знаю статистики, но он увеличивается. Могут быть и другие аспекты. Социальная активность и другие вещи снижаются. Это тоже. Но есть установленный факт, что если вы склонны в месяц, то есть разница в том, как прорастает семя в марте, и как то же самое семя прорастет в маргале между декабрем и январем. Поэтому в Южной Индии считалось, что женщина никогда не должна зачинать в этот месяц. Если она забеременеет в этом месяце, это может быть не очень развитый ребенок. Я ни на кого не указываю. Поэтому принимается много мер предосторожности, чтобы женщина не забеременела в этом месяце. Потому что то, что прорастет в этом месяце, будет не самого лучшего качества. В традиции есть истории, в которых говорится, что во время месяца маргали нельзя делать ничего благодатного. Женщина не должна зачинать детей и все такое. Считается, что в это время на вас сойдут определенные духи и могут сделать вас туповатыми. Поэтому вы не должны совершать никаких деловых сделок, вы не должны делать никаких благоприятных вещей. потому что так вы совершите глупую сделку. Так что, когда все так замедляется, полезно делать определенные вещи. Вот почему повсюду зажигают лампы. Потому что свет лампы, огонь, энергия немного меняют ситуацию. Сейчас вы можете не понимать разницы, визуально вы ее не ощущаете, потому что везде горит электрический свет. Вы почти на 70% или даже больше зависимы от визуального восприятия. Если лишить вас глаз или зрения, почти 70% вашего восприятия исчезнет. Другие аспекты восприятия работают не настолько хорошо. Мы можем изменить это. И мы должны это изменить. Это один из аспектов йоги. То есть, мы снижаем долю зрительного восприятия. Не то, чтобы вы хотели потерять зрение. Нет. Вы снижаете его. Вот в чем смысл того, что вы сидите, закрыв глаза. Вы не боитесь пропустить что-то интересное. просто... закройте глаза и сидите. Ваше визуальное восприятие закончено. О чем они там говорят? поначалу такие проблемы будут возникать, но через какое-то время. Дует ли ветерок, или кто-то разговаривает, или происходит какая-то ерунда. Все это примерно одно и то же. Просто шум. Понадобится время, чтобы понять это иначе. Один звук прекрасен, другой ужасен. Этот звук красивое слово, этот звук плохое слово. Если вы просто слушаете звуки, а не придумываете постоянно значение в своей голове, почему вы все время продолжаете писать, транскрибировать в уме? Даже сейчас? Да? Просто звуки. тогда вы увидите, откуда идет звук, который будет питать вашу жизнь. Откуда идет звук, который не питает вашу жизнь. Но поскольку вы продолжаете транскрибировать его на любой язык, который знаете, вы не познаете качество звука. Важно просто научиться слушать без всякой транскрипции в уме. Тогда вы будете знать, как быть в ритме с естественными процессами жизни. Итак, наступает Марголи в этом месяце. По крайней мере, все, кто сейчас здесь, а может и все остальные с 16 декабря и далее. Или мы можем начать с этого момента по крайней мере 20 минут в день, когда вы идете, когда работаете. чтобы произнести этот звук, ваш рот должен быть закрыт. так долго, как сможете, потому что это реверберация, которая привнесет определенную живость и динамизм в вашу энергетическую систему. если тело отдыхает, это ничего. Но если спит ваша энергия, вы быстро движетесь к смерти. Смерть не в том смысле, сколько вы проживете. Кого волнует, сколько проживу я или вы? Как мы живем? Да? Как мы живем? Важно качество. Как долго? Какое это имеет значение? 70, 80 или 90, или 160? Какая разница? Скажите. Качество жизни. Насколько я жив по отношению ко всему во Вселенной? Достигла ли моя живость своего пика? По сути, это означает следующее. Суть жизни в восприятии. Что мы воспринимаем? Быть полностью живым означает, что ваша антенна включена на полную. Все, что может быть воспринято, воспринимается. И тогда вы умрете с удовлетворением от познания жизни. Вы полны статических... Знаете, иногда ваш телефон работает так. А вы слышите только... В зависимости от оператора. Это же разочаровывает, не так ли? Когда вы не можете услышать то, что вам нужно услышать. но даже для того, чтобы вы расстроились, вы должны сначала некоторое время слышать, а потом не слышать. Тогда вы расстроитесь. В противном случае вы умрете невинными. Вот почему говорят «блаженство в неведении». «блаженство в неведении»? Это не блаженство. Это просто тупость. Может, нет страданий, нет экстаза. Для этого вы могли бы появиться здесь как камень. По крайней мере, мы могли бы использовать его в строительстве. Да? если бы вы пришли в виде камня, мы могли бы использовать его где-нибудь. что толку вершина эволюции этой планеты сидит как неодушевленный предмет. Какой в этом смысл? В этом нет никакого смысла. Итак, физическое тело, есть множество вещей, которые нужно с ним сделать, чтобы оно стало достаточно пригодным для удержания или размещения чего-то высшего качества. Потому что платформа не менее важна. Если платформа не очень хорошая, тогда и то, что вы в ней разместите, тоже будет не таким уж замечательным. Так что в этом контексте очень важно, в каком состоянии мы поддерживаем наше тело. Дело не в том, что у вас есть мышцы, которыми можно похвастаться, но при этом вы не можете повернуть шею. Нет, не так. Оно расслаблено и никогда не является преградой. Если вы хотите двигаться туда, оно пойдет туда. Ходите сюда, оно будет двигаться сюда. Куда бы вы не хотели направить свою жизнь, вы можете отправиться туда. Ваше тело не будет говорить «Я хочу есть это, я хочу одно, другое». Оно не поведет вас куда-то еще. Ваше тело становится транспортным средством, которое движется туда, куда вы хотите. Любой автомобиль, которым вы управляете, если он не едет туда, куда вы хотите, вы будете расстроены и несчастны. Да или нет? Вы управляете мотоциклом или автомобилем, но он не едет туда, куда вы хотите. он едет куда захочет, туда-сюда, сам по себе. Это ужасное транспортное средство, не так ли? Если вы понимаете тело, воспринимаете его как транспортное средство, а ум как другое транспортное средство или другую часть этого же транспортного средства, они должны идти туда, куда хотите идти вы. Если они идут в другом направлении, значит, их плохо подготовили. Рулевое колесо не работает или в двигателе недостаточно оборотов. Поэтому сейчас во время Марголи мы озабочены тем, чтобы все работало на нужных оборотах. Так что звук «Ммм» может сделать это. Он также сделает вас слегка опьяненными. Но это опьянение, которое не приводит к недееспособности. Оно улучшает ваши способности. Вот какое это опьянение. Однажды жена Шанкарана Пилая, жена, отвела его к психиатру, потому что Шанкаран Пилай превратился в конченого алкоголика. Психиатр наблюдал его какое-то время и, наконец, выставив счет на несколько сотен долларов, заявил, «Видите ли, ваша проблема в том, что вы используете алкоголь как костыль». Шанкаран Пилай ответил, «Я не согласен с этой чепухой. Если это мой костыль, то почему я все время падаю?» Ваше тело должно поддерживать вас, а не подводить. Ваш ум должен поддерживать вас, а не подводить. Да? В наши дни столько огромных бизнесов было построено в надежде на то, что ваше тело и ум подведут вас. Развитие рынка — это другое. Но если вы хорошо выполняете свою садану, то ваше тело и ум никогда не подведут вас. Если вы будете делать правильные вещи в этом процессе, если вы будете с циклами природы, так будет намного лучше. В противном случае ветер будет вам мешать. Вы пытаетесь идти под парусом. Это тяжелая работа. Вам придется усердно грести. Если вы идете с попутным ветром, все проходит легко, гораздо меньше работы. Если вам нравится растить свои мышцы вместо того, чтобы куда-то двигаться, это ваш выбор. Но если вы хотите куда-то попасть, неважно, будет вам что показать или нет, тогда вы должны быть в контакте с тем, что вас окружает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok